В Самаре активизирована подготовка к новому дорожно-строительному сезону. Наибольший объем работ запланирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В конце прошлого года были объявлены конкурсные процедуры. Они проходили в форме электронных торгов. На текущей неделе с победителями были заключены муниципальные контракты. Определились две подрядные организации. По количеству это 21 участок, общая протяженность 26 километров. Надеемся, что за зимний период подрядчики сейчас подготовят всю необходимую технику, закупят все необходимые инертные материалы для ремонта автомобильных дорог, подготовят свои асфальт-бетонные заводы. И при наступлении положительных температур и при исходе снежного покроя приступят к ремонту наших улиц. Перечень участков, которые приведут в порядок, уже сформирован. Жители города отмечают, работа в прошлом году велась масштабно. Результаты заметны. Да, очень много дорог было отремонтировано, очень много планов вообще. По всей Самаре какие дороги нужно отреставрировать, отремонтировать, проложить новые. Дороги, которые ремонтируют, очень много на проспекте Ленина, да и просто по всему городу. В целом я доволен участком дорог, ходить удобно. Тут еще, если касается зимы, там еще и от погодных условий, ну, с собой все зависит. Поездки в другие регионы, в частности, тоже показывают, что у нас не самая плачевная ситуация далеко, вот, и здесь я могу оценить, ну, положительно. Специалисты учитывают не только обращение граждан, но и предписание надзорных органов, ГИБДД и прокуратуры. Также во взаимодействии с жителями и представителями общественных организаций проводится мониторинг состояния объектов, автодорожного покрытия и других элементов уличнодорожной сети. Учитывают и трафик на дорогах, интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта. По БКД будем ремонтировать замену верхнего слоя, и на трех улицах будет у нас кокосный ремонт. Это с заменой бортового камня, с ремонтом газонов, ремонтом тротуаров. Это улица Чернореченская, улица Куйбышева и улица Елизарова. При выборе дорог для ремонта оценивается их инфраструктурная составляющая. Так, на Чернореченской комплексные работы приурочены к масштабному благоустройству. Здесь в рамках нацпроекта «Культура» планируется открытие здания бывшего кинотеатра «Россия», в котором после реконструкции разместится муниципальный самарский молодежный драматический театр «Мастерская». А по другому нацпроекту «Жилье и городская среда» будут преображать находящиеся рядом с реконструируемым зданием «Бульвар». Поэтому важно, чтобы дороги, тротуары и другие элементы благоустройства уличнодорожной сети соответствовали. Также на Чернореченской дополнительно модернизируют систему освещения. Воздушные линии заведут под землю, тем самым обеспечат надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия и улучшат эстетическое восприятие городской среды. Перечень объектов для обновления неоднократно обсуждался, направлялся ресурсоснабжающим организациям. До устройства нового покрытия на объектах уличнодорожной сети при необходимости приведут в порядок и трубы. Такой подход позволяет в дальнейшем минимизировать вероятность возникновения утечек и вскрытие дорожного полотна на уже отремонтированных территориях. Весной подрядчики направят своих специалистов для осмотра объектов ремонта. Совместно с профильным департаментом будет проведена диагностика для конкретизации дефектов на участках уличнодорожной сети. Позже станут понятны нюансы работ. Например, на каких локациях требуется усилить основание дороги, а где нужно будет уложить выравнивающий слой. Все процессы, связанные с ремонтными работами, возьмут на круглосуточный контроль, как это было и в прошлые годы. Следить за обновлением дорог местного значения будут не только специалисты, но и общественники. Без этого не обходится ни одна дорожно-ремонтная компания в Самаре. Предложения горожан будут учитываться, обсуждаться и реализовываться по мере технических возможностей. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.